10 ноября 2020 года Microsoft представил новое поколение консолей Xbox Series X и с тех пор сотни тысяч пользователей уже успели приобрести новую приставку или ее младшего брата Xbox Series S, а сотни блогеров уже опубликовали свои видеообзоры. Всем привет, меня зовут Валерий, вы на канале Surface Pro и цель нашего сегодняшнего обзора понять, что из себя представляет Xbox Series X в России в 2022 году. Мы расскажем о дизайне и аппаратном обеспечении Xbox Series X, о его возможностях в качестве игровой консоли и центре вашей развлекательной системы, а также постараемся ответить на множество насущных вопросов. Как Xbox Series X выдержал испытания временем, появились ли новые игры, которые способны реализовать его невероятную производительность, соответствует ли действительности заявления Microsoft о том, что новый Xbox является самой производительной консолью всех времен и, наконец, о том, является ли новая консоль достойным вложением денег. Если вы следите за новостями, а в наше время не делать этого практически невозможно, то вы уже наверняка знаете о том, что компания Microsoft объявила об уходе с российского рынка, а это значит, что официальных поставщиков Xbox в России больше нет. Но с учетом того, что наша компания давно занимается параллельным импортом устройств Microsoft Surface, мы считаем, что самое время расширить ассортимент. Теперь приобрести новый Xbox можно в нашем фирменном магазине. Конечно, логичным звучит вопрос, скажутся ли санкции на возможности приобретать игры и пользоваться Xbox Series X в России в 2022 году? Ответ на этот и многие другие вопросы в нашем обзоре. Поехали! Когда Microsoft впервые показал дизайн Xbox Series X, многие были шокированы его кажущимися огромными размерами. Популярные мемы сравнивали приставку с небоскребами или ракетными установками. Справедливости ради отметим, что в Microsoft с юмором отреагировали на самые популярные мемы, отправив инфлюенсерам и знаменитостям огромные черные холодильники в виде Xbox Series X. Вскоре после анонса стало известно, что PlayStation 5, главный конкурент Xbox Series, еще большего размера, габариты современных консолей определяются законами термодинамики. По мере того, как выросла производительность процессоров, форм-фактор консолей также изменился, чтобы приспособиться к необходимой технологии охлаждения. Промо-изображения, опубликованные Microsoft, сыграли с новым Xbox злую шутку. Ожидаешь увидеть что-то вроде системного компьютерного блока. Но при этом новый Xbox, на удивление, миниатюрин и одновременно увесист. Вместе с отличным качеством сборки это производит очень солидное впечатление. Сложно найти что-то плохое в визуальном дизайне Xbox Series X, если только вы не собираетесь класть его на бок. Консоль была спроектирована в первую очередь для вертикального размещения. Так она внешне чем-то похожа на современные умные колонки и компактные рабочие станции. Дизайн приятно знаком, но в то же время это несомненный Xbox. В горизонтальном положении новый Xbox напоминает переносную колонку. Круглая подставка выглядит ужасно. Консоль как будто бы уронили на бок. Впрочем, горизонтально Xbox можно ставить. Это продумано с точки зрения конструкции. У него есть небольшие резиновые ножки на правой грани, благодаря которым ни стол, ни само устройство не поцарапается. К слову, эти ножки едва видны и не бросаются в глаза, когда Xbox стоит вертикально. Ключевой вопрос, стоявший перед инженерами нового Xbox, сводился к мощности и необходимым техническим характеристикам. С самого начала системные архитекторы решили, что консоль следующего поколения должна обеспечивать в два раза большую графическую производительность, чем Xbox One X. 12 терафлопс вычислений графического процессора вместе с ядрами Zen 2, которые обеспечат четырехкратное увеличение мощности процессора. Консоль также должна быть не более шумной, чем предыдущий Xbox One X. Это сложная задача, когда мощность системы возрастает в разы. Конструкция Xbox Series X разрабатывалась для максимально эффективного отвода тепла. Она построена вокруг шасси радиатора из сплошной алюминиевой отливки, как и Mac Pro 2013 года. Холодный воздух втягивается снизу и выходит через вентилятор вверху. Microsoft разделил системную плату на две части. Справа на одной плате размещаются компоненты высокой мощности, такие как процессор, оперативная память. На другой, слева, находится плата южного моста, отвечающая за ввод и вывод данных. Платы располагаются по обоим сторонам массивного блока шасси, сплошной алюминиевой отливки. В левой части консоли также расположен привод Blu-ray и блок питания мощностью 315 Вт с элементами электрического экранирования. В отличие от предыдущих консолей Microsoft, у нового Xbox нет металлической внешней экранировки. В этом баланс конструкции. По сути, компьютер должен сдерживать электромагнитное излучение, но в то же время Xbox Series X должен рассеивать много тепла. Еще одна важная деталь, у которой были проблемы с отводом тепла, это твердотельный накопитель. Емкостью 1 ТБ, который работает со скоростью 2,4 Гбит в секунду и создан специально для Xbox Series X. Твердотельные накопители NVMe для ПК часто теряют производительность просто потому, что сильно нагреваются. В случае с Xbox инженеры сделали специальные пружины, прижимающие накопитель к верхнему радиатору. Так тепло эффективно отводится и диск не перегревается во время работы. К слову об охлаждении, внутри консоли можно обнаружить довольно тяжелую медную испарительную камеру с прикрепленным к ней легким алюминиевым радиатором. Она покрывает большую часть платы и отводит тепло не только от основного процессора, но и от памяти. Чтобы новая консоль шумела не громче, чем Xbox One X, инженерам пришлось тонко настроить работу алгоритмов вентилятора. И это получилось весьма хорошо. Приставка очень тихая и в нужные моменты без проблем повышает скорость кулера и качественно охлаждается. Казалось бы, со всеми компонентами внутри консоли вообще не остается лишнего места. Как правило, в случае с настольными компьютерами это приводит к перегреву. Но на деле все отлично. За счет бесшумного, но мощного вентилятора новый Xbox обдувается на 70% лучше своего предшественника. Конструкция стала основой дизайна Xbox Series X. Большие отверстия в верхней части консоли сделаны для улучшения системы охлаждения. Они углублены примерно на сантиметр, а под ними есть зеленая подложка. И сделана она очень интересно. У вентиляционной решетки появляется переменная глубина, которая зависит от того, под каким углом вы смотрите на консоль. Очень необычное и прикольное дизайнерское решение. Абсолютно не важно, как вы разместите консоль. Вертикально или горизонтально. В ходе тестирования с использованием термокамеры мы обнаружили, что она одинаково хорошо охлаждается в обоих положениях. Действительно впечатляет, что новая консоль получилась такой тихой. Используя микрофон за 40 тысяч рублей и профессиональный диктофон, мы практически не смогли записать шум вентилятора. Как вы можете видеть на снимках и видео, сделанных с помощью тепловизора, новый Xbox греется не очень сильно. Для сравнения, Xbox One и PlayStation 4 не только нагреваются, но и жутко шумят в играх, которые максимально раскрывают характеристики консолей. Высокотребовательные игры для Xbox X, такие как Cyberpunk 2077, разогревают корпус консоли всего до 50 градусов. Для системы с производительностью 12 терафлопс это очень круто, а при запуске более старых игр для Xbox One температура еще меньше, около 35 градусов. Что по портам, на мой взгляд, они расположены менее удачно, чем у предыдущего поколения консолей. Они находятся на задней стороне в совершенно произвольном порядке друг над другом. Microsoft пытался решить эту проблему за счет тактильных гравировок, чтобы порты можно было найти на ощупь, но на деле это не очень хорошо помогает, особенно когда из консолей уже торчат несколько проводов. Наконец-то современные консоли последнего поколения избавились от жестких дисков и на замену им пришли более быстрые твердотельные накопители, ускоряющие не только загрузку игр, но и работу всей системы в разы. В случае с новым Xbox, Microsoft выбрал формат расширяемых твердотельных дисков NVMe от Seagate и назвал их картами расширения памяти. В комплекте с Series X идет встроенный накопитель на 1 терабайт, а дополнительно можно приобрести карточки на 512 гигабайт, 1 или 2 терабайта стоимостью от 140 и до 320 долларов соответственно. Карточка небольшая и очень хорошо собранная, и хотя ее металлическая часть невероятно нагревается, на помощь приходит пластиковая часть карты, которая всегда остается холодной. Решение использовать накопители такого формата бесспорно удобное, а более того, карты можно менять прямо во время работы консоли, перенося медиатеки с играми с одной приставки на другую. От дизайна самой консоли Series X перейдем к обновленному геймпаду. На наш взгляд он практически не отличается от предыдущих моделей, за исключением новой кнопки поделиться и обновленной крестовины, напоминающей крестовины Xbox Series Elite. Вроде как новая консоль, новое поколение, почему бы кардинально не поменять дизайн контроллера? Оказывается, что большинству пользователей и так очень нравился существующий формат геймпада, поэтому Microsoft решил ничего особо и не менять в новом поколении. Компания сохранила тот же базовый дизайн, гарантируя, что имеющиеся аксессуары будут прекрасно работать с новым контроллером. Тем не менее, изменения есть, пускай и почти незаметные на первый взгляд. Полностью переработаны скосы, углы, текстуры покрытия геймпада и хоть где-то изменения выражаются в буквально долях миллиметра. Контроллер Xbox по-прежнему поставляется с обычными батарейками АА. Аргумент за их использование банально прост. Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы рано или поздно теряют в емкости. Да и обычные батарейки можно быстро заменить по мере их разряда, а мучиться с кабелем для зарядки не нужно. Знакомая, но более удобная кнопка «Поделиться» обеспечивает легкий доступ к записям прохождений и снимкам экрана. Под капотом геймпада новейший модуль Bluetooth, а существующий беспроводной интерфейс усовершенствован для уменьшения задержки. Новая модель контроллера также совместима с предыдущей приставкой Xbox One X. Первоначальная презентация Xbox Series X закончилась таким изображением – консоль, на которую опирается контроллер. И это суммирует контрасты в дизайне Xbox следующего поколения. С одной стороны, это революция в форме самой консоли, ее обновленном форм-факторе, дизайне с двойной платой и потрясающей системой охлаждения. А с другой стороны – контроллер, более осторожный в плане радикальности дизайна, но с полезными новыми функциями и подходом к доступности, который открывает контроллер для большего количества пользователей и делает его более удобным для тех, кто к нему уже привык. Я с уверенностью могу сказать, что Xbox Series X – это лучшая консоль, которую когда-либо создавал Microsoft. Она действительно не такая большая, как кажется на фотографиях, а получить мощность полноценного игрового компьютера в таком компактном, прохладном и тихом корпусе – это просто замечательно. Но, конечно, игровая приставка – это гораздо больше, чем ее дизайн и конструкция. Привет, меня зовут Денис, и я вам расскажу о софте и игровой составляющей Xbox Series X. Последняя консоль от Microsoft – это история успехов и потерь, по крайней мере, когда речь идет о функционале. Формально, что Xbox Series S, что Xbox Series X работают на той же операционной системе, что Xbox One 2013 года, но есть некоторые изменения. Во всяком случае, тех, кто привык использовать Xbox в качестве центра домашней развлекательной системы, ждут некоторые небольшие разочарования. С задней панели исчезли HDMI-вход для спутниковой приставки, оптический выход и 3,5-мм разъем для инфракрасного датчика универсального пульта управления. Исчезло приложение OneGuy TV и возможность воспроизведения фильмов в 3D-формате с Blu-ray-носителей. Но, на мой взгляд, тут как бы все логично. С годами люди начали пользоваться больше стримингами, ну а формат 3D как-то в домашних кинотеатрах в принципе не особо-то и прижился. Но, на мой взгляд, это все незначительные мелочи и основная мякотка Xbox в контексте потребления какого-то нибудьа медиа-контента все равно остается. Все так же можно поигрывать любой медиа в формате 4К с поддержкой HDR10, Dolby Vision и звуком Dolby Atmos. И, как и на полноценном ПК, можно с легкостью подключить для этой задачи внешний диск и оттуда уже подгрузить необходимое вам видео. Ну и, прости господи, фильмы с 9D-дисков. Да, так же проигрываются без каких-либо-то нибудь проблем. Работают так же и все необходимые стриминги. YouTube, Twitch, Oak, Apple TV, Яндекс.Музыка и так далее. И, наверное, конечно же, если вы покупаете Xbox Series X, то ваш телевизор уже как бы смарт и у него как бы уже есть соответствующие приложения. Но то, что их можно все равно скачать на Xbox и с него запускать, любимый сервис, это круто. Ну, если серьезно, то игровую консоль, конечно же, в первую очередь покупают для игр. И мультимедиа-то круто. Но давайте-ка все-таки перейдем к непосредственно игровым новым фишкам, которые предлагает нам Xbox Series X. Одно из таких прекрасных нововведений Xbox Series X это функция Quick Resume. Дело в том, что твердотельный накопитель NVMe, который стоит в консоли, достаточно быстр для того, чтобы позволять системе запоминать прогресс в каждой игре, сохранять его в память и тем самым игры, которые поддерживают эту функцию, загружаются за несколько секунд и вы можете быстро между ними переключаться. Ну, если проще, давайте представим следующий сценарий. Допустим, я какое-то время гоняюсь в Forza Horizon 5, но одному мне быстро становится очень скучно. Я выхожу в главное меню и запускаю вместо этого Doom. Там брожу какое-то время и спокойно себе убиваю монстров. Как вдруг мне пишет приятель и предлагает погоняться с ним в Forza. Я открываю игру и моментально возвращаюсь, минуя все загрузочные экраны и присоединяюсь к моему товарищу. Потом он уходит, а я ровно так же моментально возвращаюсь крошить демонов в Doom. Практически без ожиданий и абсолютно без тормозов. Все работает так, как будто я переключаюсь между приложениями на своем смартфоне. Конечно, не прямо моментально, секунд 15-20 приходится ждать. Но тем не менее. Как и в случае заполнения оперативной памяти на смартфоне, Xbox в какой-то момент выгружает из Quick Resume игры, в которые вы заходили не последними. Как заявляет Microsoft, максимально можно держать в сохраненном состоянии до 5 игр для Xbox Series X, а в случае с более старыми играми для One и 360 это число увеличится просто потому, что они используют меньше памяти. Ну и да, далеко не все игры поддерживают эту функцию, но те, что поддерживают, отображают значок Quick Resume в правом верхнем углу экрана. Как я говорил ранее, интерфейс системы у Xbox Series S и X практически идентичен таковому у Xbox One. Разница лишь в том, что у новой консоли есть поддержка динамических анимированных тем. Можно выбрать разные форматы и цвета, и, конечно же, есть поддержка темной темы. Обновили шрифты, причем новый стиль сохраняется и в приложениях Xbox Game Pass на ПК и мобильных устройствах. К слову, пока вы ждете первоначальной настройки консоли, вы можете войти в систему и установить свои игры и настройки через мобильное приложение на Android и iOS. Кстати, есть и стриминг игр Xbox, нам удалось запустить его на Google Pixel. Все, что нужно для использования, геймпад, и играть можно в любом месте прямо со своего смартфона, что тоже крайне круто. Вообще, надо сказать, что интерфейс консоли максимально интуитивен, понятен, все работает быстро, без каких-либо глюков, промедлений и так далее. Кстати, на Xbox Series X есть собственный веб-браузер, и, ну, конечно же, это Microsoft Edge. Да, это абсолютно такой же браузер, как и на вашем ПК под управлением Windows. Конечно, с экранной клавиатурой пользоваться им не то еще извращение, но просто тот факт, что он есть, это супер. Тут однозначный лайк. В PlayStation 5, например, из коробки веб-браузера нет совсем. Валерий уже рассказал про новый геймпад Xbox Series X, но я лишь добавлю немножко про свои личные ощущения от этого контроллера. Я много играл в игры на разных платформах, как и, конечно же, на ПК, так и на консолях, и, ну, по какой-то причине так получилось, что моим основным выбором всегда была Sony PlayStation, в частности, PlayStation 3 и PlayStation 4. И поэтому мне контроллер от Xbox всегда казался очень странным. Ну, типа, по отношению к DualShock на PlayStation, зачем они взяли и инвертировали положение джойстика и крестовины? Честно говоря, конкретного ответа на этот вопрос мне не удалось найти. Однако, в процессе тестирования Xbox Series X я не обнаружил никаких препятствий в использовании геймпада. Более того, как ни странно, но мой левый большой палец идеально вложился под джойстик и никакого дискомфорта я не испытывал. Кстати, именно к геймпаду цепляется также и гарнитура, ну или обычные наушники. Несмотря на то, что звук передается без проводов, никаких ощутимых задержек нет. Все работает, включая даже полноценные, например, студийные мониторные наушники. Уровень погружения, мое почтение, соответствующий. От атмосферы перед очередной бойней в том же дом можно легко наложить в штаны. При этом по Bluetooth ни колонку, ни беспроводные наушники, которые не являются официальным аксессуаром для Xbox, не подключишь. Почему? Не знаю. Выводы делайте сами. Но за то, что точно подключишь, так это клавиатуру с мышкой. И это просто супер, потому что на самом деле, конечно же, не во все игры, будем честны, удобно играть с геймпадом. Правда, работает это с небольшими нюансами. Клавиатура функционирует сразу же во всем меню Xbox, а вот курсор мышки появляется только в играх. И, к сожалению, далеко не во всех. Получится ли поиграть с мышкой и клавиатурой, вопрос исключительно к разработчикам. Как оказалось, прекрасно работают известные компьютерные игры вроде Minecraft или Microsoft Flight Simulator. В последнем, так вообще, курсор мыши и управление идентичны таковому на ПК, что, конечно, неудивительно, потому что игра изначально разрабатывалась именно под компьютер. Очень удобно играть с мышкой и клавиатурой в сети Skylines, например, где, конечно, строить полноценный город с помощью контроллера изначально не очень удобно. Однако, играть, например, уже в тот же Doom или Halo придется именно с геймпадом. По какой-то причине в этих играх клавиатура и мышка пока что не поддерживаются. Более странная ситуация наблюдается с киберпанком. Работает все, даже кнопки на мыши, но при этом камера персонажа не крутится совсем, как не дергай мышь. И это, пожалуй, главное подтверждение моего тезиса о том, что тут все, увы, завязано на разработчиках игр. Microsoft называет Xbox Series X самой мощной консолью на рынке. Но что же это значит на самом деле? В теории приставка должна одновременно выдавать картинку с разрешением в 4К, 60 кадров в секунду и при этом еще со включенным рейтрейсингом, или, как оно будет по-русски, трассировкой лучей. Вот как раз-таки про нее давайте сейчас и поговорим. Трассировка лучей в компьютерных играх позволяет создавать более реалистичные миры за счет более качественных и проработанных теней, освещения и отражений. Впервые рейтрейсинг появился для массового потребителя в 2018 году, когда компания NVIDIA выпустила свои первые видеокарты с приставкой RTX, но, что хорошо, никакого запатентованного ада далее не последовало, технология стала доступной и в итоге трассировка лучей появилась также и в решении ход компании AMD, видеочип от которой в конечном итоге, собственно, и стоит в Xbox Series X. Работает ли полноценно в итоге эта функция на самом деле? Ну, как бы да, но с небольшими оговорками. В большинстве современных игр, которые мы протестировали на Xbox, в настройках графики есть один и единственный переключатель между двумя параметрами. Параметром качества и параметром производительности. Если говорить простым языком, параметр качества это включенная технология рейтрейсинга, трассировки лучей, при разрешении 4К, но ограниченная всего лишь 30 кадрами в секунду. Тогда как, соответственно, параметр производительности это 4К, 60 кадров в секунду, но уже без рейтрейсинга. Наиболее сильная разница между этими двумя параметрами заметна в том же Cyberpunk 2077 и, к сожалению, я не про освещение. При включенной трассировке лучей игра действительно ограничивается 30 кадрами в секунду, а в голове появляются флешбеки, ну, вот ты играешь на консоли прошлого поколения, которая, ну, никогда 60 FPS и не выдавала. Освещение при этом как раз меняется, не сказать, чтобы очень сильно, как и тени и отражения, а если точнее, разницу лично я вообще практически не увидел. А вот разница в плавности между 30 и 60 кадрами в секунду просто гигантская. Если мы говорим про такие быстрые игры, как шутеры или экшены, где необходима моментальная реакция, то ответ на вопрос о том, какой параметр выбрать, на мой взгляд, очевиден. Не стоит этот рейтрейсинг потери в 30 FPS. Ну, мне кажется, это для себя, по крайней мере, я это определил, для меня это очевидно. Конечно, помимо пресловутого киберпанка есть и другие игры, и в некоторых из них можно смело включать рейтрейсинг, просто потому что они не так требовательны к ресурсам, или у них, ну, просто более хорошая оптимизация по железу. Например, взять, например, тот же Doom Eternal, который исправляется с трассировкой лучей при разрешении в 4К и стабильных 60 кадрах в секунду. Но, с другой стороны, опять-таки, к улучшенному освещению, теням и отражениям с включенным рейтрейсингом нужно, ну, приглядываться. Просто так его особо не замечаешь, и что уж тогда говорить про жаркие перестрелки, когда единственное, за что цепляется и должен цепляться глаз, это враг в перекрестии прицела. Наконец, если мы говорим про, например, гонки, то флагманский аркадный симулятор на Xbox, Forza Horizon 5, работает отлично как с трассировкой лучей, так и без нее. И, в отличие от того же Киберпанка, сниженный фреймрейт ощущается только во время столкновений с отбойниками или другими объектами. Ну, в целом, он как бы не сильно мешает во время игры. По рейтрейсингу на Xbox Series X можно сделать два вывода. Первый общий, и он заключается в том, что все очень сильно зависит от игры. Где-то фреймрейт будет действительно сильно просаживаться, и это будет заметно, где-то нет. Ну и сам рейтрейсинг, само улучшение качества теней, отражений и так далее, где-то будет более заметно, где-то менее. А второй вывод лично мой, субъективный и очень простой. Я всегда выберу более плавную игру, даже в угоду украшательствам. А в случае с рейтрейсингом, на мой взгляд, они, в принципе, пока что во многом минимальны. Наконец, остаются два самых главных вопроса. Как и во что играть? Давайте сначала немного отвлечемся и поговорим про конкурента Xbox Series X и S PlayStation 5. А ситуация с PlayStation 5 очень простая, из-за всем известных событий. Еще весной Sony такие подумали-подумали, подумали-подумали и решили. Хм, а давайте-ка мы возьмем и отключим всех россиян от PlayStation Store. Ну и они это сделали, так что теперь на PlayStation 5 нельзя покупать цифровые копии игр, достаются только диски и нельзя пользоваться подпиской PSN+. В Microsoft тоже решили уйти с российского рынка, как бы, но, видимо, там люди чуть-чуть подольше подумали и решили оставить россиянам возможность использовать Xbox и, ну, так сказать, обходить некоторые ограничения с помощью определенных лазеек. Ну, во-первых, для консоли от Microsoft существует прекрасная подписка под названием Game Pass. Всего у нее есть три плана. Обычный Game Pass для Xbox, Game Pass для ПК и Game Pass Ultimate для Xbox и ПК, включающий при этом огромную библиотеку игр от Electronic Arts. При попытке найти продавца на официальной странице Xbox в России мы видим грустную заглушку. Этот запрет на самом деле очень легко обходится. И, несмотря на то, что в Microsoft Store нельзя купить Game Pass напрямую, есть множество сайтов. Мы не будем, конечно же, их рекламировать, но в два клика вы можете спокойно их найти, где вам абсолютно без каких-либо проблем продадут Game Pass. С другой стороны, но никакого region lock нету. То есть в России все это будет спокойно работать и стоит, кстати, надо сказать, гуманных денег. В среднем около полутора до двух тысяч за целый год подписки. В целом около двух тысяч за год подписки. За год, не за месяц. И никаких, опять-таки, танцев с бубном не нужно совершать. Не менять регион, не VPN включать. Все максимально просто. Ну, по крайней мере, пока что, но это работает. В библиотеке Game Pass на данный момент несколько сотен игр. Среди них можно найти как старенькие для Xbox 360, вроде Fallout New Vegas или Gears of War 3, так и весьма современные, оптимизированные под новые консоли релизы, вроде Forza Horizon 5 или Microsoft Flight Simulator. Более того, в Game Pass постоянно добавляются новые игры. Например, 12 июня на совместной презентации Bethesda и Microsoft был оглашен огромный список из игр, которые появятся в Game Pass в течение этого года. Прочитать, кстати, о том, какие игры будут, вы можете у нас в блоге. Ссылку оставим в описании. Во-первых, несмотря на то, что российские банковские карты больше не работают, к сожалению, за рубеж... Во-первых, несмотря на то, что российские банковские карты, к сожалению, больше не работают за рубежными магазинами, в том числе с Microsoft Store. Вы всегда можете найти онлайн-карты. Ну, зарубежные онлайн-карты для оформления, но, конечно же, мы вам ничего подробно рассказывать и показывать не будем. Но, если вы сильно захотите, вы тоже сможете обойти это ограничение. Во-вторых, если вы покупаете именно Xbox Series X, то, как в случае с PS5, вы всегда можете рассчитывать на старые добрые дедовские аналоговые диски. С играми, естественно. Объявления о продаже разных тайтлов можно найти на различных площадках, ну и в том числе пока что в некоторых розничных магазинах. Но даже без дисков, как я только что до этого объяснил, играть на Xbox Series X в России в 2022 году в игры можно. Спасибо пока что тому же работающему Game Pass. На PS5, увы, остались только диски. Так что выбор между этими двумя консолями, ну, в данный момент в современных реалиях, я думаю, очевиден. Кстати, скоро в нашем фирменном магазине появятся, да, коды для активации Game Pass. Ну, это так, совет на будущее, а ссылочка на наш магазин, конечно же, будет в описании. Ну что, настало время подвести итоги. Если вы хардкорный геймер Xbox, то, скорее всего, уже успели приобрести новую приставку. Но если вы хотите впервые окунуться в мир консолей, то новый Xbox Series X вас точно не разочарует. Он очень производителен и в теории может посоперничать с самыми мощными игровыми компьютерами. А самое главное, эту мощность есть на чем реализовывать. Microsoft продолжает вкладываться в производство игр и ежегодно покупает как большие, так и маленькие студии. Так что никаких игр нет. Игры есть, были и будут. Xbox Series X – это лучшая игровая консоль, созданная Microsoft. И, на мой взгляд, это лучшая консоль в принципе. Да, в России всегда больше любили PlayStation, но в текущих реалиях творение от Sony больше не имеет смысла. PlayStation Store больше не работает, и игры можно покупать только на дисках. С Xbox таких проблем нет. И это, пожалуй, главный аргумент в пользу приставки от Microsoft. И, кстати, как вы думаете, насколько дороже обойдется самостоятельная сборка игрового компьютера, который способен потягаться с Xbox Series X по производительности? Ответ как минимум на 70% дороже. Для использования в качестве полноценного компьютера эта игровая приставка, конечно же, не годится. Однако, интернет-браузер и различные приложения для просмотра видео серьезно расширяют ее возможности. Главное из них – дать вам возможность играть в игры. И с этой задачей новый Xbox справляется прекрасно. Как я уже говорил в начале этого видео, приобрести новый Xbox Series X в России теперь можно в нашем фирменном магазине. Ссылку я, как обычно, поставлю под этим видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, что еще вы бы хотели узнать о новом Xbox Series X. До новых встреч на нашем канале! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok